Большое внимание на совещание уделили программе губернатора «Безопасный регион». В прошлом году было установлено 450 камер. Пилотными поселениями стали большие веземы Кубенко, Одинцова, Голицыно и Лесной городок. За 16-й год видеонаблюдением было охвачено 80 объектов. Это социальные учреждения, места массового скопления людей, оживленные магистрали, торговые центры. Результат есть. Благодаря видеонаблюдению за год выявлено 378 преступлений. И мы видим, что программа «Безопасный регион» работает и приносит свои первые плоды. Наши города становятся безопаснее. В 2017 году мы ставим камеры уже во всех поселениях района. Задача на этот год установить еще около 400 камер в 46 населенных пунктах. Все картинки с камер стекаются в ситуационный центр полиции, ЕДДС и отделы полиции на территории района. Главные задачи программы «Безопасный регион» – своевременное быстрое предоставление информации экстренным службам, профилактика правонарушений, мониторинг, проведение массовых выступлений и митингов. В целом программа большая. Процесс, я понимаю, довольно трудоемкий. И поэтому выполнение программы разделили на этапы до 2021 года. И нормативно закрепили за муниципальными программами. Андрей Иванов добавил, что для повышения эффективности сети видеонаблюдения будет сформирована скрам-команда. В нее войдут представители администрации УВД и телерадиокомпании Одинцова. Что касается вообще системы видеонаблюдения, стоит отметить, что это не просто строительство системы видеонаблюдения. Любую систему видеонаблюдения нужно обслуживать. И я просил бы также с вашего разрешения обратить внимание глав на то, что систему необходимо обслуживать, и на нее также необходимо закладывать определенные средства. В задачи скрам-команды входит определение точек установки камер на стройках, а также обеспечение видеонаблюдения на детских игровых площадках. Подключение и развитие к безопасному региону находится на контроле у губернатора Московской области. Приведу прямые слова. Губернатор отметил, что в каждом городе система видеонаблюдения должна показывать свою эффективность, поскольку на это тратятся как муниципальные, так и региональные деньги. На совещании были обсуждены вопросы взаимодействия стражей порядка с главами поселений во время массовых мероприятий. Рассмотрены профилактические меры безопасности населения при их проведении. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.